Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня на кошачьей выставке. Сегодня расскажем, кого вы здесь увидели. Как всегда, нас первыми встретили мейнконы. Их на крымских выставках много, что не удивляет, ведь эти мужественные коты прекрасны. Нашего красавца зовут кот Зевс, порода мейнкон. Самая большая порода, естественно, все это знают. Ну и самых любимых-любимых котов. Они прекрасные, добрые, независимо от их внешнего вида. В общем, они компаньоны, коты компаньоны, они всегда там, где ты. Порода с добрым нравом. Ну, любит детей. Вот, то есть, ну, у нас вон рядом сестричка. Как бы такая очень добрая, очень милая, очень хорошая. Как бы, ну, любимица семьи. Это у нас кошка? Это у нас кошка, да. Такая маленькая. Замечательная, хорошая, добрая, любит детей. Они как бы не царапаются, когти не выпускают. Там, если кто-то там может там агрессивный быть, то это мейнкон, это совершенно другое, совершенно противоположное. Самый добрый, самый лучший. А еще мы постречали одного из наших героев. Он вырос в крупного кота. Удивительной красоты. Мейнконы злые и впечатляющие. Но их очень легко и просто любить. Потому что они очень ласковые внутри. И показывают, как они дружат со всеми. Очень хороший, игривый. Потому что он еще котенок, ему только год. Вот. Очень игривый, добрый, ласковый. Не царапается. Очень любит детей. У нас дома доводят детей. Вот, отлично играют. Ну а шотландские кошки популярны всегда. Их как-то обходят. Капризные завихрения моды. Милые и нежные. Наши герои еще и сложного окраса. Черные, серебристые, затушеванные. Вот так. Это наши прекрасные питомцы. Это наша девочка любимая. Ее зовут Ева. Вот у нас питомник с Киев. Она немножечко нервничает. Мы ехали с Киевпатурой. Она расстроилась так долго ехать и испугалась немножечко. А это наши двое маленьких еще. Это наши мальчики. Джорджик. Вот такой у нас веслоушечко. И вот такой красивый. Ну, детки не так боятся. Почему в последнее время этой породы стало все-таки меньше? Мейн-куны наступают. Наверное, может быть, просто трудно за ними все-таки ухаживать. И они, да, они такие немножко капризулечки. В том, что любят вкусненько. Их нельзя домашним все-таки кормить их. Надо ухаживать им. Покупать хорошие вкусные вкусняшечки. Вот. Да, может быть, еще из-за этого они так сильно хотят, потому что домашние пищи им нельзя. На самом деле, говорят, очень интеллигентные кошки. Да, да. Мы их даже к лотку не приучали. Они сами как-то вот сами знают, куда им идти. Вот. Очень веселые. Вот. И забавные животные, конечно. Поздравляем дорогую, любимую и очень добрую передачу «Клуб Шико». Это передача для всех любителей животных. Для тех, у кого уже есть животные. Для тех, кто только задумывается о том, чтобы приобрести себе котика, собачку, любого домашнего питомца. Мы из этой передачи только доброе что-то узнаем. И очень познавательные советы дают заводчики, консультируют. Я поздравляю вашу передачу с 25-летием. Вот. Вообще, я помню, как вы приходили к нам, когда я совсем была маленькая. Вот. И... Теперь я выросла. Да. Вот. Ну, в общем, я вас поздравляю. Вот. И желаю вашей программе процветания. Редкие девонрексы всегда удивляют своей необычной внешности. Ну, а мы не проходим мимо. Порода молодая и довольно-таки необычная. Как по шерсти. Она кучерявая и шерсть очень короткая. И нам понравилась супруга форма головы. Они похожи на эльфов, на таких сказочных животных. Вот. Поэтому нам понравилась эта порода. Поэтому мы выбрали именно таких вот кошечек. В последнее время все чаще вижу бенгальских кошек. Вот интересно, чем привлекают кошки с таким диким окрасом? Бенгальцы отличаются своей активностью. Очень привязываются к людям. В них нет совершенно никакой злости, никакой агрессии. То есть это самое настоящее, домашнее, любящее, преданное животное. Но, тем не менее, вот такое вот. Вот такое вот красивое. Ну, а Ольга Смола сейчас нам покажет своих курильских бобтейлов. Курильский бобтейл. Двое вариантов. Короткошерстный котенок. Шерсть, вот видите, гладенькая такая вот девочка, черепашка. Да? И сейчас покажу длинношерстный. А вот полудлинношерстный. Полудлинношерстная девочка. Три с половиной месяца. Еще котячка у нее. Когда поменяется, будет шерсть более такая гладкая, шелковистая. А еще я всегда любуюсь невскими маскарадными кошками из родного Питера. Они меня привлекают всегда. Эта отечественная порода славится не только своим окрасом, но и характером. Очень теплые, очень добрые котята. Кормлены натуральным кормом. Подпушек прекрасный. Три месяца. Сделаны все. Все привилки. Чип сделан. Клуб международный. Так что сертификат хороший. Фуджик папа с Краснодара. Мама крымская. Кошки нравятся всем. Даже мальчишкам. Мне нравится выставка кошек. Особенно шотландские веслоухие коты. Очень хорошие котята на выставке. Мне нравится выставка кошек. И я получаю удовольствие. Как вы думаете, почему люди занимаются разведением кошек и выведением новых пород? Да потому что это настоящее искусство. Гулять по осеннему парку просто потрясающе. Потому что здесь цветет самый замечательный цветок осени. Хризантемы. Хризантемы. В запахе вашем приютилась осень. Не зря поэты любят хризантемы. Чарующий цветок осени. Мы с вами в университетском ботаническом саду. У вас коллекция небольшая, но такая вся красивая и разная. Какие здесь хризантемы? Сколько их? В основном здесь мелкоцветковая хризантема. Нельзя сказать, что она небольшая. Порядка ста сортов. Насчитывает наша коллекция. Но это все растения с небольшими цветками. Крупноцветковой хризантемы у нас в коллекции нет. Поскольку это все-таки необходима большей площади теплицы. Сейчас, конечно, она нас радует. Поскольку все оттенки палитры желтого, солнечного, оранжевого, красного за моей спиной на поляне. И вот это то, что с собой, наверное, олицетворяет золотая осень. Коллекция сада молодая, но активно развивающаяся. Что радует всех? Ведем работу по наращиванию наших коллекций. Прежде всего за счет обмена растительным материалом с другими ботаническими садами. И сейчас в России у нас завязываются новые связи. Я недавно вернулась из Ставропольского ботанического сада, где мы обсудили перспективы нашего сотрудничества, в том числе и относительно хризантем. У многих здесь появились любимые сорта, любимчики. Хризантемы тем и знамениты. Чтобы их разнообразие, всегда можно найти, что тебе запало в душу. Выбрать самый-самый любимый, конечно же, не получится. У меня, как и у всех любителей хризантемы, специалистов, их несколько. Один из них – это адмирал Алфирев. Это сорт нашего крымского симферопольского селекционера Маркина и Любовь Александровны. Чем он мне нравится? Он очень устойчивый, каждый год яркий. Он имеет контрастные соцветия. Посмотрите, какая темная серединка. Какие лохматые краевые цветочки. Пожалуй, наверное, один из самых любимых. Эти высокие хризантемы тоже Любовь Александровны Маркиной. Удивительные цветы, теперь радующие нас, придуманы талантливым человеком. Еще одна моя любимица – это Алинка. Это хризантема селекции Зои Павловны Андрюшенковой, нашего специалиста, нашего коллеги из Никитского ботанического сада. Это неудивительно, что она тоже желтая, потому что именно осенью хочется чего-то яркого, когда небо наше уже серое, крымское. Хочется последних таких солнечных лучей. Вот это хризантема, наверное, такое солнечное осеннее настроение создает. Почему у людей так притягивает хризантема? Вот почему она вошла в наш быт, в нашу какую-то вот ментальность, вроде в восточный цветок? А это, наверное, как последняя любовь. Это последний цветок лета перед наступлением зимы. И, вероятно, в ощущении такого предзимнего ожидания холодов и унылой серости, особенно крымской природы, все-таки снег нас нечасто балует. Вот это последние всплески лета, такой ностальгией трогают наши души. Для меня хризантемы – это любимый цветок детства. Бабушка считала, что он лечит осенью от грусти и печали. И прогулки среди этих цветов наполняют душу надеждой, светом и счастьем. Думаю, что это так. Этой осенью вновь нас дважды красой очаруют хризантемы в саду, прежде пышным своим цветением, а ныне прелестью увядания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова